Продолжим. В условиях развития промышленного животноводства в хозяйстве Российской Федерации одной из больших проблем является респираторно-кишечная патология крупного рогатого скота. Наиболее значимыми с точки зрения бизотологии и экономического ущерба являются заболевания, которые вызываются такими вирусами, как паракриппом 3, инфекционным эритроэнхитом, аденовирусами, респираторно-синфекционным инфекциям. К их числу относят и вирус вирусной диареи. Вирусная диарея наносит значительный ущерб экономической эффективности индустрии мясного и молочного животноводства, который складывается из снижения удовольствия во время болезни, гибели молодняка от сирозной пневмонии, недополучения при весах живой массы молодняка, потери продуктивности в производстве животных и, как следствие, абортов, мертворождение, снижение, на 5-10% выхова телят и также проведение профилактических карантинных регуляционных мероприятий. В настоящее время вирусная диарея крупного рогатого скота распространена практически во всех странах мира с интенсивным ведением животноводства. Вирусная диарея крупного рогатого скота – это инфекционные заболевания, вызывающие широкий диапазон клинических проявлений у различных половозрастных групп животных. Инфекция может носиться в клиническую форму или развиться серьезным болезнью с витальным исходом. Возбудитель вирусной диареи вызывает респиратонные и репродуктивные заболевания патологии желудочно-кишечного тракта. Способность вируса проникать через плаценту на ранних сроках беременности может привести к неудачному уплотворению или эбриональным фитальным инфекциям. Из-за чего могут иметь место аборты, медврождение, рождение персистентно-инфицированных селят. Персистентно-инфицированные животные, как правило, являются более эффективными переносчиками вирусной диареи, чем временные или остро-инфицированные животные. Несмотря на то, что продолжительность их жизни значительно меньше и до наступления вирусного возраста высокий процент животных погибает. Установлено, что вирус вирусной диареи является иммунным депрессантом и способствует развитию вторичной инфекции. Клиника эпизодологическая диагностика вирусной диареи крупного рапокатого скота затруднена из-за сходства с другими заболеваниями. Поэтому главная роль в борьбе с распространением данной инфекции является лабораторной диагностикой. Немножко про строение вируса покрытой бабочкой сферической формы 50 мм в диаметре. Структурными белками 200 вирусов являются нуклеококсидный белок, трансмембранный белок и три белка, которые являются главными суперкоксидными гликокротеинами. Это ИМС, ИИ-2, ИИ-1. Они содержат, эти три белка, вирусные рецепторы и участвуют в слиянии вирусной и клеточных оболочек. Антитела, нейтрализующие инновационность вируса, связываются с этим белком. Нуклеококсид состоит из белка и геномной РНК. Геном вируса вирусной диареи представлен одноцепочной, линейной, положительной полярной нитью РНК длиной около 12,5 тысяч пануклеотидов. Согласно современной классификации, вирус вирусной диареи принадлежит ротопусти вирус и местопроводитель, включающий два генотипа вирусной диареи крупного рогатого скота. Это генотип первой вирусной диареи, генотип второй и близкоростные вирусы классические, чумы свиней и пограничные болезни овечьих. Кроме того, существует вид костевирусов, предварительно названный хобби-лайк или атипичный костевирус. Два генотипа, первый и второй вирусной диареи, представлены цитопатогенами и нецитопатогенами биотипами и демонстрируют значительное биологическое, а также антигенное разнообразие. В данной таблице представлены рекомендованные всемирные организации здравоохранения животных комбинации методов идентификации возбудителя. В зависимости от задач применяют вирусы выделения, обнаружение антигена и антител посредством ферментного анализа, обнаружение нуклеиновых кислот посредством полимеразно-цитной реакции вирусной нейтрализации. Рекомендуется применение комбинации методов идентификации возбудителя на том же клиническом материале. Но, как видно из таблицы, что наиболее оптимальным методом для обнаружения РНК возбудителя вирусной диареи при большом спектре задач является полимеразно-цитная реакция. Несмотря на то, что пацио реальное время имеет высокую чувствительность, тем не менее, надо необходимо внимательно интерпретировать результаты, так как при постановке может быть обнаруженная вирусная РНК, но это не значит, что присутствует инфекционный вирус, так как, например, животное может быть вакцинировано, и ПЦР может показать положительный результат при этом. Преимущества ПЦР диагностики вируса вирусной диареи. Применение ПЦР позволяет получить результат в течение нескольких часов, что становится важным при остром течении заболевания. Также одним из значительных преимуществ ПЦР диагностики является независимость метода от клеточных культур, применяемых для вирусовыделения в ветеринарных лабораториях. В связи с чем, нередки случаи получения ложных положительных результатов, поскольку могут использоваться культуру клеток, комплинированные вирусные диареи и крупные логатолы скота. А также метод ПЦР имеет высокую чувствительность и специфичность. Наши специалисты Центральной научно-технической ветеринарной лаборатории на регулярной основе проводят испытания диагностических, Т-системные оборудования, представленные на российском рынке. В рамках выполнения данной работы проведена оценка Т-системы ПЦР, Т-системы ВИТМАКС-БИВДВ-Скрининг, для обнаружения генома вируса вирусной диареи крупного логатолы скота по показателям чувствительности, специфичность, воспроизводимость и повторяемость в результатах. Для данной работы используются следующие материалы и методы. Это саму Т-систему ПЦР, ВИТМАКС-БИВДВ в реальном времени, который предназначен для обнаружения генома вируса вирусной диареи первого-второго типа и вируса пограничной болезни первого-второго типа. Также для сравнения взяли Т-систему ВД производства Института эпидемиологии и Роспотребнадзора, также предназначен для выявления РНК вируса вирусной диареи. В комплекте агентов для выделения РИБАКС-БИВДВ, паталонный штамм вируса вирусной диареи крупного логатовского ТАРИГОН-24 предоставлены в ГНКИ, изолят вируса вирусной диареи РЕСа, выделенная перевиваемая к культуре клеток в ПТОСе в 2017 году, телят с респираторно-кишечным синдромом, паспортиризированная перевиваемая к культурой клеток в ПТОСе из музейной коллекции нашей Центральной методической лаборатории и образцы, содержащие аденовирус крупного рогатого скота первого типа, штамма ВАИН-10, вирус тримитрохита крупного рогатого скота, штамма РЕВН-10 и вирус парагриппа третьего штамма ЗКСМ. Эти три образца взяты для проверки специфичности тест-систем. Для оценки операционности в условиях повторяемости и воспроизводимости вычисляли стандартные отклонения СДИ и коэффициент вариации СВЭ. И также все работы проводили на приборе для проведения полимиразной цепнореакции в режиме реального времени РОТО-ДЖИН-ФОН. Данная таблица представлены результаты выделения чувствительности наборов от МАКС-БВДВ и УВД, вот от Института фидеологии аспектротнодзора. Вообще для определения воспроизводимости чувствительности проводили исследования, брали 5 образцов культуры клеток ПТ-8, зараженный эталонным штаммом РИГОН-24 и 7 образцов культуры клеток ПТ-8, зараженной изолятом РЕСа. В 10-кратных разведениях от 10-ми минут 1 до 10-ми минут 7-й. Проводили исследования тремя операторами в разные дни на одном оборудовании. Также здесь для корректного сравнения необходимо данным значением для набора ВВД, если это педеология аспектротнодзора, прибавлять 10, так как программа амплификации у них содержит дополнительное циклирование, стоящее из 10 циклов. Как видно из таблицы, обе ПЦР-Т-системы оказались чувствительными в отношении обнаружения геномо-вирусной диареи. При постановке ПЦР-пропоизолятореза набором ВЕТМАКС-ВИВДВ в разведении 10-ми минут 7-е значения СТ определились на 38-39 циклах. Эталонный вирус Орегон-24 на 37-39 циклах. Предел чувствительности тест-системы ВД от Института педемологии оказался ниже на 3 порядка для изолета РЕСа и на 2 порядка для штамма Орегон. В данной таблице представлены результаты вычисления стандартного отклонения и коэффициента вариаций в условиях воспроизводимости для тест-системы ВЕТМАКС-ВИДВ-склиника термофиша. Коэффициент вариации для эталонного штамма Орегон составлял от 1 до 3%. Для изолета вирусная диарея РЕСа от 1 до 4%. Что соответствует данному валидационному отчету компании Террел Фишер для данной системы, где СВИ должен быть меньше 10%. Здесь представлены вычисления стандартного отклонения и коэффициента вариации в условиях воспроизводимости уже для тест-системы ВД от Института педемологии и Роспотребнадзора. Коэффициент вариации для эталонного штамма Орегон 24 соля от 1 до 3%. Для изолета РЕСа от 2 до 5%. Также из двух этих таблиц видно, что обе Т-системы отвечали критерию воспроизводимости, но Т-системы вирусной диареи воспроизводится, например, для штамма Орегон 24 до 10-3 разведения, а для РЕСа до 10-4. Здесь у него поменьше. Здесь представлены результаты вычисления стандартного отклонения и коэффициента вариации в условиях повторяемости для Т-системы ВЕТ-МАКС-БИВДВ. Для определения повторяемости также брали те же образцы в тех же разведениях от 10-1 до 10-7, но ставили уже одним оператором в трех параллельных исследованиях на одном оборудовании. Из результатов, приведенных в таблице для испытываемой Т-системы ВЕТ-МАКС-БИВДВ повторяемости видно абсолютно. Коэффициент вариации составил от 1 до 3%. Что по данным валидационного отчета Термофишера на данную Т-систему соответствует данным валидационного отчета, где коэффициент вариации в условиях повторяемости должен быть меньше 5%. В итоге лабораторные испытания данной Т-системы ВЕТ-МАКС-БИВДВ-скрининг в соответствии с прилагаемыми инструкциями производители показали, что данная методика отвечает критериям числительности, специфичности, повторяемости воспроизводимости в условиях постановки одним и нескольким оператором на одном оборудовании в разные дни в одной лаборатории. Система ВДА от Института эпидемиологии Роспотребнадзора также отвечает данным критериям, но в данном эксперименте показала меньшую чувствительность при исследовании последних трех испытуемых разведений вируса, содержащего материала. Тест-система ВЕТ-МАКС-БИВДВ-скрининг показала хорошие аналитические характеристики и может быть рекомендована для использования рутинной лабораторной практики для выявления гидомов-загудителя вирусной инферии крупно-рогатого спота. Также наша Центральная научно-техническая лаборатория выражает благодарность компании КАДРУСБИО за оказанную спонсорскую поддержку и предоставление данной той системы ВЕТ-МАКС-БИВДВ для проведения научного исследования. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...